Всем привет, с вами Флакон, сегодня мы поговорим про французский тяжелый танк 4 уровня, который называется Б-1. В следующем видео мы, скорее всего, поговорим про его старшего брата БДР-G1-B, но это уж потом. Особенностью этого танка является его очень-очень клевая броня, также возможность танковать бортиками, которые просто хавают снаряды, и у него не очень хорошая пушка. Схватка в лоб в лоб, Б-1, это просто боль, никто друг друга не пробивает, только если включить голды, да и с голдой идет через раз, и прям, ну, не весело. Но разбирать на Б-1 всяких, Т-46, А-20 и прочее прям вообще на радость. Мы попали, кстати, не в топ, и это плохо, скорее всего, нас сольют, потому что голды у меня немного. И броня против пятых уровней, она прям так себе, и БДР-G1-B против нас две штуки целых, это просто капец. Я думаю, поехать со СТ-шками. СУЛТ. Пацаны, вы... Чё, ФК? Ребята, не пугайте меня, блять. Пиздец. Чё стоишь, баран? Ой, блядь. Стоит. Сука, ебала, блядь. Ой, как у меня сейчас горит, а. Что? Ой, 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 ой. Чё вы стоите-то? Дебилы, блин. Чем я сюда поехал, а? Я передумал сюда ехать, так что я... Зону, я чё... Сейчас в бортик-то хочу. М5 стюарт. Ну, он... Мы схавали бортиком снаряд. Нам повезло вообще на самом деле. Так, кто-то нас там пробивает. Кто это может быть? Корсейдер, да, у них распробитель. Но при этом мы можем его всё-таки контрить. Это... Самое главное, этот танк пробивается. Дойдём. Видите, он довольно... Неплохо. Его танкуем. Стоит, что мы танк четвёртого уровня. Т-34, может ты в него выстрелишь, не? Отлично. Всё, готов. Так, неплохо. Слушайте, реально неплохо. Я не думал, что я вас могу так танковать. Я просто не помню пробитие этого танка. Так, окей. Остались у нас B1 и BDR. BDR, можно сказать, уже не остался. Вот B1 сейчас вы увидите, насколько всё плохо. Видите, я B1-шки на борт не пробью. Если я брать голду, голду, оно прибывает через раз. Видите, оно не пробивает. Просто хаует эти краны от снаряда. Приходится вот так прямо заворачиваться. То есть вот так всё происходит. Вся страница вот так вот пробилась. Странно. Блин, я надеюсь, он меня не сольёт, потому что иначе всё будет плохо. Как видите, я не... Он промазал снаряд отрикошетила. Мне повезло. Так. Ну, что такое? Всё, лучше я спрячусь. Не хочу терять опыт лишний раз. Или кредит. Если умру, меня взорвут. Это всё будет плохо. Так, окей. Так себе бой. На самом деле, ну, это бой с пятёрками. Всегда такие бои меня бесят. Дико, потому что я ничего не могу в этих боях почти сделать. Не бой четверки, а 20 там. Или что там, на луче. Ну, на любом, в принципе. Почти любой четвёрки можно сделать довольно существенное, как бы, оказать существенное влияние на исход боя, но не на B1. Опять нас кидает к пятёркам. Ненавижу это. Просто, ну, хотя бы вот здесь у нас плюс-минус один уровень боёв. Я недавно зашёл в ПК-версию. Мне было больно. Мне было очень больно. Так. Куды. Правда, у нас тут три пятёрки, так что не всё так плохо. Да и две пятёрки из-за вражеской команды шьются нами на ура. Так что самое главное просто не подставляться и настреливать. Куды. То-сюды. Ну, так, давайте сюда-сюда. Не проигрывать очень хороший настрой, но всё может быть. Сейчас пробуем, будет чувак бомбить. Кстати, автоприцел, он у меня включен. Нет, не включен. Его снайперском реле это хорошо. Это он мне дико мешал играть. Так, но мы не суёмся, правильно? Так, Т-28. Т-28 мы шьём без голды. М-3 мы шьём без голды, насколько я знаю. Да, вроде бы без голды шьём. Так, хорошо. Я прям очень-очень хочу показать вам этот танк, то что я вообще его не катал ещё, странный ведь человек вообще на самом деле, показать его в топе. То есть, в бою с четвёрками, с танками с четвёртого и третьего уровня. Вот это вот жесть просто. Что он там творит? М-3 зачем-то заезжает обратно на холм. Так, БДР-ка у нас забирает Т-34. И мы под углом не возьмём м-3. Не успеваю её зарядить. Окей. Ладно, можно уже давить и чинать. Конкретно давить. Чину мы его легко берём без голды, насколько я знаю. Я его любой танк возьмёт очень легко убил без голды. Это не был. Так печально. Что автоприцел плохо работает. Побил. Что это у нас тут? Хельзер. Хельзер бом можно забрать. Ну окей, ладно, его забрали уже без меня. Базя не побида. Побил. Ой, он всегда использовал рейдж, сразу забирает мой фраг. Хотя, в принципе, не важно. Меня не собираюсь здесь фармить. У меня уже в принципе опыт накоплен на следующий танк, на БДР. и там чувство будет веселее. Сколько я знаю, у него есть очень-очень клёгая пушка. Это просто разрывает все танки, да и у него вроде не так плохо с пробитием. Зачем я суюсь на БДР? Мне нужно дождать подмоги. Так, тут Т-28, но это не подмога. А вот ПЗ-4 вполне может мне помочь. Если этот баран все-таки перестанет ссать и боится со мной в атаку. Мне нужна помощь. Ну вот видите, какие-нибудь месть. То, что забрали мы его чину. Так, в Деркс стоковую башню. Ладно. Заряжаем голдишечку. Еще. Еще. Все хорошо. Не такой уж плохой бой. У меня даже ни одной хпшечки не потерял. Все равно. Самое главное это плюс этого танка здесь не раскрывается из-за отсутствия, так скажем, ну так как мы не в топе, грубо говоря, так. Некого здесь танковать. Сянет насквозь его пробивает. Опять бой пятого уровня. Чего нельзя меня кинуть просто в четвертого уровня. Зачем меня кидать в бой пятерку? Теперь придется еще в следующий бой играть, чтобы вам показать все-таки это. Окей. Как я понимаю, мы едем налево, потому что мы здесь втроем не справимся. Поехали. Нужна помощь, Хадзер. Я думаю, ты догадаешься, что надо ехать налево, как бы ты один барон там не справишься. Ты очень адекватный человек. Конечно, правильно он был бы ехать поправо, но как бы вся массовочка, вся тусовка будет происходить слева немножко, так что. Хадзер, вы же догадаетесь, чтобы поехать сюда. Нет, не догадается, или не догадается, хорошо, неплохо. Окей. Что, кстати, у нас по сетапу. Блин, плохо все. КВ-1, АПДР-ка. Су-85 штук мы, в принципе, возьмем и так. Су-85, кстати, без голда не берется. Профессивно станет под каким-то благоприятным углом, например, если мы будем стрелять на меня сверху, да, тогда сейчас в принципе неплохо. Крузак отхватил. вот и такое бывает. Это я погрел? О, неплохо. Прямо урончик халявного. БДР-ка. Надо бы помочь нашим союзничкам. Так, без голды не обойтись. Тем более, если стрелять в слепую. А я пошел-то. А я не понимаю, что это происходит. опять садится под снаряды. Пробитие. Нет, пробитие. Нет, уж я лучше поеду за ртом. Это какая будет. В смысле, вы что, мне кинули, что ли? Вы что? Ну, как-то не по-товариществу. Куда вы сиделись-ка? Вот туда уехали? Ну, ну, что это вообще за командная игра? Хотя, я все-таки виноват ним следил. 3-4 тебе помочь? Ну, давай. Все. Куда-куда подогнал, чтобы он меня не пробивал. Нет, пробитие. Но это он все-таки уедет сюда. 3-4 не очень хорошо, так что это за логик камеры. Опа. Выстрел КВ. Сынередка в меня не попала, я прям на душу хорошо встала. Я просто не представляю себе, но были бы зубы плюс-минус два. Что бы за там сделал с танками шестого уровня и с пятерками? Ничего не может сделать. Да и голдой так себе у меня это получается. думал уберем и не убираем. Смотрю, что под углом будет. Ой, спасибо, спасибо. Какое стосо КВМ. КВМ я его кстати не смотрел. Я могу пробивать голдишко? нет, если сверху сверху, возможно его давайте проверим. В ББшке я смогу. Не знаю, какое пробитие в ББшке. Леопард. Вот это. нет, нет, нужна голдишко. Пробил. Пробил. Нет, пробитие. вообще не неприятный. Вот сюда неплохо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, давай, давай. Во, неплохо. 5 фрагов у Леопарда. Смотрите, вот это красавчик. Мастерос наверно набил. Мастерос набил вот так, еще глянем. Так, 650 урона так себе. Не, не мастер. Первая степень. Так, ну давай, кинь меня в бой четвертого уровня. О да, все, наконец-таки. Сейчас мы, ой, какой хороший сетапчик-то против нас. О, вообще никого бояться. Вообще нету ни Хедзера, ни Матильды. Просто сейчас будем гнуть. Будет прикольно, если они все взорвут. Вообще. Самое главное, чтобы была хоть какая-то поддержка. Кстати, ПЗБ-2. Боуенький танк, насколько я знаю. Если он поет со мной, то все будет чики-пуки. Пожалуйста, помоги мне. Хотя нет, подожди, на мост, а ты мне на мост. Правильно, не нужно на мост. И тебе тоже не нужно. Ладно, поехали на мост. Вообще, мост-то плохо. У меня никак не у воинов, и башня моя одно из самых слабых мест. Тим, это, по-моему, самое слабое место. Не у воинов, и слабая башня. Куда нам ехать? Правильно, на мост. Т-82, по-моему, уже не Т-82, а труп. Труп? Не, не труп еще. Пару винтиков осталось. О! А до этого я не понял, как это получилось. Так, надо видеть зону пробития. Я думаю, не фиксить пока этого мехода. потому что лишний отрата пока. Я со мной никуда не спешу. Слушайте, это все довольно плохо. БТС-7 артиллерийский уже нагнулся. Слушайте, меня даже башню не шьют. Неплохо. Ну, борт башни точно сейчас съедет, так что нужно быть аккуратнее. Пробитие. Пробитие. В смысле, БТС-7? Я думал, ой, 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 я что-то как-то тупанул, что ли? Хм, это было прикольно. Я его даже не заподозил, типа, так, у чувака подъехал, а я свой. Пробитие. Так, самое главное, давайте заберем кого-нибудь уже. ПЗБ-2. Так, заберем вот этого чувака, но он самый опасный здесь. Так. Давайте-ка мы все-таки рейчу включим, да. Ну, не уезжай, братан. ой, память кончилась. Ну, нам немного осталось, так что. Я думаю, все нормально было. Так, фиксим. Самое время пофиксить. фиксим. Та ё-моё, фугасную стрелять. Я думаю, вы видите, что я танкую все-таки. Надеюсь, вы это видите. фиксим. 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 Ну что ж, вы можете поставить лайк, если вам понравилось это видео, подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео по World of Tanks Blitz, они будут выходить теперь чаще, чем раз в несколько месяцев, за 1000 урона, неплохо, у меня танк танки, к слову, у меня по-моему на нем 71% было больше, ну что ж, ладно, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok